Кажется, сейчас будет остро. Вот, друзья, а вы когда-нибудь вообще задумывались над тем, в каком, собственно, году депутат Валентина Терешкова, специалист по внесению поправок в Конституцию, полетела в космос? Представьте себе, в 1963-м Битлз еще не записали ни одной толковой своей песни по-настоящему, а она уже была в космосе. Надо отдать должное, она и до сих пор в космосе, судя по всему. Так, но речь в этот раз не о ней, а, собственно говоря, именно о том самом 1963-м годе. Именно в 1963-м году на свет появился первый транзисторный усилитель английской фирмы Leek с индексом 30, с линейными входами, фонокорректором, темброблоком, ручками громкости переключения входов. Кстати, на германиевых транзисторах с деревянными боками, в общем, ровно такой, как этот. А это усилитель Leek Stereo 130, ребята. И он, по сути дела, и по своей форме, и по стилю и дизайну, и по начинке во многом тоже абсолютно повторяет ту самую легендарную модель Leek 63-го года. Ну, почти. Ну, собственно говоря, история эта классическая, потому что фирма Leek производила, прежде всего, ламповую аппаратуру аж с 1934-го года. И в 60-е они сделали несколько очень таких знаменитых культовых моделей до сих пор. Но в 69-м году уже она была продана, потом похоронена, и, короче говоря, легендарный бренд пропал. Однако наступил 2020-й, он не щадит никого. И самый аудиофильский китайский концерн IAG, I-A-G, так правильно, наверное, было бы его называть. Который, между прочим, сейчас владеет вообще практически всеми легендарными английскими брендами, а именно Quad, Warfidel, Mission, Castle, Audiolab. Это всё китайский IAG. Так вот, он решил возродить марку Leek и сделал вот это. Стереофонический усилитель и CD-транспорт. Ну, вы понимаете, название 130 здесь, очевидно, исключительно для того, чтобы сделать отсылку к тому самому усилителю с индексом 30. Но теперь это уже 130. Считайте, спустя 100 лет сделали новый усилитель. И он действительно очень похож и по дизайну, и по функционалу. Ну, и, собственно говоря, вот этот деревянный корпус характерный, кстати говоря, натуральный шпон всё-таки. Не хуже, чем у прародителя, а может быть, даже и получше, между прочим. Ну, а в целом этот комплект, как вы понимаете, абсолютно идёт в русле вот современной актуальной тенденции на ретро... Не хотел бы сказать футуризм, да, а просто тенденции на ретро. Всё старое круче, чем всё новое. И, собственно говоря, китайский концерн IAG, он поддерживает вот эту вот, значит, моду во многих своих подразделениях. Прежде всего, в Warfidel. Поэтому вы видите здесь акустику Linton 85. Колонки Linton у английской фирмы Warfidel тоже были, кстати говоря, по-моему, в 60-е. Но, честно говоря, Linton 85 к оригинальным Linton, ну, скажем так, в отличие от лика, который действительно очень похож на прародителя, эти не похожи совсем. Но, обращу ваше внимание на вот эту вот деревянную отделку, да, очевидно, что ребята думали о том, что вот этот вот лик явно будет продаваться в качестве комплекта с Warfidel, ну, потому что абсолютно то же самое дерево. Даже вот этот вот вырез и там, и тут, он абсолютно идентичный. И таким образом, в 2020 году мы с вами видим комплект из акустики и электроники, который выглядит, если не абсолютно, то практически так, как они выглядели бы, сколько это уже получается, 60 лет назад. Ну, колонки, ладно, если на них надеть гриль, то они вообще неотличимы от классической акустики какого-нибудь там, 71-го года. Усилитель лик на самом деле сделан вот прямо с большим респектом к ретро-футуризму, потому что он, собственно говоря, и толще, и уже, чем традиционный Hi-Fi компонент сейчас. Ну, короче говоря, он, наверное, даже и менее глубокий. В общем, он-то на самом деле по габаритам абсолютно как тот самый лик 63-го года, это точно. Но, хватит об эстетике. Пройдемся, наконец, по аппаратам. Итак, самый простой компонент в этой связке это CD-транспорт лик. Ну, что вам сказать, он играет в компакт-диски, у него есть два цифровых выхода, у него есть даже вход для флешки, то есть теоретически он из флешки какие-то файлы может играть, учитывая, что никакого приложения, с помощью которого можно было бы устраивать навигацию, нет. И, поди, это даже не двустрочный, по-моему, а однострочный дисплей. Ну, короче говоря, не знаю, как вы будете слушать здесь что-то с флешки, но play можно там запустить. Что хорошего в этом транспорте? То, что он стоит практически 70 тысяч рублей, и все эти 70 тысяч рублей вы можете оставить себе, сэкономить, потому что вот эта штуковина вам точно не нужна. Простите, что я так сказал, дорогие маркетологи. Да нет, он на самом деле неплохой, он даже очень неплохо играет в компакты для своей цены, то есть абсолютно адекватен своему классу, вот вы платите деньги, вы получаете это. Но давайте рассуждать серьезно, ну, то есть типа 2020 год, значит, вот кто бы купил эту штуковину? Некий человек, у которого есть обширная коллекция компакт-дисков, и который решил всю аппаратуру сменить, и создать себе вот такой вот абсолютно идеальный ретро-комплекс. Тогда это подойдет, но больше я не знаю, кому стоит покупать эту штуковину. Да, но если это ваш вариант, то целиком, полностью благословляю. Усилитель, конечно, гораздо сочнее, но и начать рассказ о нем я должен с разоблачения. Для этого, правда, надо мне развернуть его к вам разъемами. Включаем провода. Понавключали-то всего. Кстати, он тяжеленький, между прочим, весит больше 10 килограммов. И сзади такая красивая у него панель. Так, это я развернул, а теперь я взял с полки еще один усилитель такого же веса Quad Vena 2. И, ну, просто вот посмотрите на то, как они выглядят сзади, на эти разъемы, на их расположение. Найдите 10 отличий. Ну, хорошо, хотя бы одно отличие найдите, да. Понятное дело, что немножечко компоновка отличается, но не надо быть техническим гением, чтобы понять, что внутри вот этих вот корпусов, которые даже по габаритам очень схожи, стоит ровно одно и то же. Да, названия отличаются, но в обоих ЦАП, фонокорректор, блютуз. Единственное, что функционально в Лике есть тембр-блок, а в Quad нету. Ну, хорошо. Но в остальном просто откройте странички с техническими характеристиками этих двух устройств и увидите, что там все абсолютно идентично. Точно такие же ЦАП и ESS. А абсолютно одна и та же мощность 45 ватт на канал. Одинаковые коэффициенты искажений. То есть абсолютно все понятно. Но вот тут будет разоблачение-разоблачение. Потому что, да, тот факт, что новый Лик, это перелицованный Quad Vena 2, это на самом деле очень круто. Потому что вот этот усилитель, это, блин, один из лучших усилителей за эти деньги, которые я знаю. Я его дико люблю. Да, это не слишком мощные аппараты, этот в том числе, как и Quad Vena. Не стоит рассчитывать на то, что они раскачают какую-то невероятно тяжелую габаритную акустику. Но, скажем, с Линтонами или вообще, в принципе, с средней стандартной акустикой за те же деньги, блин, да он будет петь как хор ангелов. Вы помните, может быть, что те самые дико понравившиеся мне колонки Warfidel Denton 85, я слушал как раз-таки Squad Vena. Они мне дико понравились. Дико понравился этот усилитель, это сочетание. Собственно говоря, Лик, блин, это абсолютно та же история. И с Дентоном он идеально играет. С Линтоном, естественно, тоже. И я, между прочим, помню-то записывал какое-то новостное видео, в котором рассказывал про то, что возродили Марку Лик, и тогда уже говорил, что это наверняка перелицованный Quad Vena. И что это хорошо. И мои предположения абсолютно подтвердились. Короче говоря, мы имеем Quad Vena только в, ну, я бы сказал, на мой вкус, гораздо более модном таком ретро-стиле. Зашибись. Но мы говорим сейчас о целой вот этой вот ретро-системе. Да, значит, Линтон 85, новая акустика. Это трехполосная акустика, восьмидюймовый басовик и среднечастотник, оба из сплетенного кевлара. Твитер тканевый, тоже, значит, закрытой специальной решеточкой. Я думаю, что абсолютно такой же, как в юбилейных Дентонах, естественно, тоже, которые мне дико понравились в прошлый раз. И, если честно, здесь, по-моему, отчасти нет, ну, ничего такого особенного выдающегося. Эта акустика сделана, я бы сказал, так, поликалом классических колонок 60-х, 70-х, потому что здесь, как минимум, 90 дБ чувствительности, что, с одной стороны, говорит о том, что действительно это, ну, подход, который исповедовался тогда, 50 лет назад. С другой стороны, то, что, например, с ламповым усилителем вот эти вот колонки будут работать абсолютно адекватно. Но самое крутое здесь, кстати говоря, даже не сами колонки, а стойки под них. Понимаете, это же не просто такая штуковина, это комплектные стойки, специально сделанные под эти юбилейные колонки. И это, посмотрите, конструкция цельнометаллическая, со специальными деревянными полочками на хромированных шипах. Ёлки-палки. А размер я сделан идеально, ровно так, чтобы они работали, как полки под пластинки. О, вы понимаете, какой угар. И эти стойки, надо сказать, и сами колонки, они вот выглядят очень понтово. Опять же, на картинках, ладно, да, на картинках все можно снять красиво, да, но вот я вам, поверьте мне на слово, живьем говорю, что вот их просто каждая фактурка подобрана. Вот это вот все дерево. Они прямо, хочется их вот щупать. Они очень крутые, живьем. И, как обычно бывает с Ворфиделом, когда я смотрю на всю вот эту красоту, я думаю, ну окей, по нашим суровым временам, ну сколько заломят вот за такие трехполосные ретро-колонки, еще и с красивой стойкой, со всеми этими пирогами. Ну, честно, ну, блин, хочется, чтобы было 200, но заломят 300, да? А теперь внимание, сколько они на самом деле стоят. Сядьте и крепче возьмитесь за стул, потому что, значит, смотрите, начальная цена этой акустики вместе со стойками 115 тысяч рублей. Это цена, которая была изначально. А сейчас с новогодней вот этой вот всей накруткой есть специальная акция. И вот эти вот колонки вместе со стойкой стоят 86 тысяч рублей. Эй, Китай, ломай меня совсем, потому что, ребята, если серьезно говорить, это, ну, это какая-то просто смешная сумма за вот такую вот красоту. Неважно, как они играют, да пусть они вообще не играют. Просто сама вот эта штуковина, если у вас нет колонок и есть деньги, просто вы их сейчас вот сейчас же берете, достаете и бегите в магазин, и тащите себе вот эти колонки. В другой раз не повезет. Да, и правда, неважно, как оно играет. Но как оно играет, я все-таки скажу. Давайте говорить так, значит, я бы все-таки рассматривал всю эту историю в данном случае как единую систему. Ну, потому что, правда, вот по стилю очевидно они сделаны друг для друга. Выбрасываем сразу из рассмотрения транспорт и говорим о связке усилителей колонки. Честно скажу, двухполосные Дентоны, от которых я был в восторге, по-моему, в прошлом году, да, или в начале этого, мне нравятся гораздо больше. Они гораздо более честные, детальные, живые, что ли. Линтон – это колонки, которые сделаны совершенно четко, с определенным пониманием того, что вам здесь устраивают ретро-звук. Потому что у них явный акцент на середине, она раскрывается. Там явная теплота присутствует. Плюс есть такая вот сглаженная атака, ну, как это вот, как в старом техниксе у вашего батя. Вот так вот скажу, значит, какой бы источник или усилитель вы не подключили к этим колонкам, всегда ощущение, как будто играет ламповый усилитель, понимаете. Питер Камю, это, я уже говорил 10 раз, это один из величайших, ныне живущих разработчиков акустики. Он делает Mission Quad в Warfidel и делает их всех разными и всех офигенными. Это обалдеть. То есть это человек, который может, вот, у него есть идея, как это должно звучать, он вот так вот это делает, и это будет звучать круто при этом, в нужном стиле. Вот он сделал ретро-звук этим колонкам. И в этом смысле они офигенные, потому что он решил сделать вам теплый ламповый звук, и да, вы получаете теплый ламповый звук, все. Если вы ищете какого-то такого вот анти-аудиофильского успокоения души, да, чтобы не было там каких-то слишком подробных резких деталей, и вот это вот погружение в излишнюю информацию, то вот, это ваш вариант. Потому что вот именно музыку, именно песни, они играют очень-очень, ну, как это сказать, неприятно, а увлекательно. Усилитель лик, вообще-то, ну, как мне кажется, значительно круче, чем эти колонки, потому что можно смело включать в него акустику раза в три дороже, и это будет нормальное сочетание, потому что потенциала там хватит дофига. Вот как я нахваливал квад вена, так я нахваливаю и этот. Они немножечко отличаются по звуку. Я бы сказал, что у этого, ну, есть еще более такой ретро-характер, вена такая более мощная, но это не такое принципиальное отличие. Все-таки это, да, очень полноценный, хорошо отрабатывающий, все, что необходимо отработать усилителю. Значит, у него такой жирный, насыщенный, хороший звук, пончевый, густой, с достаточным количеством деталей и, ну, вот с этим самым, знаете, хорошим таким соком и баритональным окрасом. Но что мне особенно понравилось в этой ситуации, это идеальное соответствие концепции, потому что если вы, ребята, ищите вот такой вот ретро-сетап для прослушивания винила, да, тут все для винила, то это он, потому что в этом усилителе, так же, как и в кваде, кстати говоря, офигительный фонокорректор. Это и ммфонокорректор, но он подойдет для головок, я думаю, до 30 тысяч точно. И у меня вот здесь стояла Rego P3, и он идеально с ней играет. И, блин, вот именно с винила, с линтонами, вот эта вот середина, вот эта вот микродинамика, которая умеет выдавать эти колонки, о, господи, вот этот весь аналоговый трепет, он просто, ты сидишь, вау. Да, я включил сюда невероятного разрешения, хорезный, хорядный источник, да, фирмы Horde. Вот, ну, блин, вот с винила, да, деталей меньше, но жизнь, блин, которая дает эти компоненты, ой, это прямо идеально, ребята, идеальный ретро-сетап. То есть, вот, понимаете, вот ведь можно же сделать, можно. Поэтому только винил, только хардкор. Нет, ну и, честно говоря, я не понимаю, почему мы останавливаемся на достигнутом, да? А где русская компания, которая бы поехала тоже в Китай, понимаете, и сделала бы там современную реплику Амфитона, Арктура, Ригонды, и, конечно же, магнитофона Романтик? Для того, чтобы включать на нем через голубого туза в МП-трях, как это, Клаву Коку. Ну и... Редактор субпитров А.Семкин